У нас их нет в наличии. Если какие-то вопросы есть, 400 пятых кабинет, пожалуйста. Я думаю, на операцию больше. В вашем регионе запись невозможна. В вашем регионе запись невозможна. У вас 4 талона всего на день дает. Да дает, он дает 2 талона на 25-е число, 26-е. Но он не записывает. Операция когда у вас? 3-го... 2 талона визит. В вашем регионе нет услуги. 400 пятых кабинет. Все вопросы, пожалуйста. Сегодня утром активисты Магаданского регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с журналистами провели рейд по поликлинике областного центра. Цель контрольного мероприятия – выявление реального положения дел с записью к врачам. А также оценка общей доступности медицинских кадров узкого профиля в поликлиниках. Вот он мне покажет время. 26-е число. Два времени. То есть доступно только два времени? Нет, доступно. Но дело в том, что вот я. 26-е? Подтвердить. 26-е. На 14-14. Подтвердить. Все. Видите, что? Первой проблемой, выявленной в филиале городской поликлиники номер 3, стала невозможность записаться к врачу через портал госуслуг. Не больше двух талонов. Я понимаю, что специалистов не хватает. Но к врачу-то я должна попасть как-то. Ну, вы, соответственно, с самого утра сюда пришли, да, как криклиник, и сразу уже талоны кончились. Ну вот, она подошла одна к лору, а ей говорят, талонов нет. У нее все равно. Кто-то успел записаться на госуслуг, на предварительный запись? Здесь предварительный запись, не даем тоже. Талончик к специалисту, который мы планировали взять, мы взяли. Ну, конечно, хотелось бы пораньше, но получилось только на 25 октября. Ну, попасть можно к специалисту? По госуслугам, конечно, записаться вообще очень проблемно, потому что то нет талонов к тому специалисту, к которому хотелось бы попасть, то талонов совсем не бывает. Поэтому приходится приходить в регистратуру в полвосьмого утра, чтобы взять талон, и именно туда, на которую хотелось бы. То есть, если срочно попасть на прием к врачу, то можно не попасть. Вот нам надо к хирургу, записались только на 25 число, но придется ждать теперь 25 числа. Ситуацию с талонами вечернему Магадану прокомментировала сотрудник поликлиники Ирина Громова. Ну, эта ситуация объясняется только лишь тем, что узкие специалисты на данный момент у нас находятся в военкомате на призывной комиссии. И сюда они приходят только на два часа. Ну, стараемся по максимуму, конечно, пациентам помочь. Если какие-то острые ситуации, пациент направляется в доврачебный кабинет, там производится осмотр. И по острой ситуации без талона во время приема пациент направляется на прием. Ну, я не думаю, что с госуслугами как-то сложно записаться. Все талоны доступны на госуслугах. Записаться можно в любое амбулаторное отделение. На данный момент работает первое и третье амбулаторное отделение. Но я никаких проблем не вижу. Свой комментарий нам дал и главный врач поликлиники номер один Игорь Николов. Ну, вы знаете все, что у нас по стране идет цифрализация. Поэтому правительство Российской Федерации поставило задачу наиболее, ну, так сказать, везде ввести цифры, в том числе и в медицинских организациях. Поэтому мы все талоны, практически все отдали на госуслуги. Оставили только несколько талонов, чтобы приходящие бабушки и дедушки, которые не имеют личного кабинета на госуслуг, могли попасть врачу. Все остальные записываются через госуслуги, информаты. Ну, к сожалению, далеко у нас еще не все в цифре отлажено. Поэтому бывают сбои, в результате чего люди не могут записаться. Ну, они приходят, естественно, с какими-то требованиями. Мы стараемся их всех по мере поступления решать.